Жуткие зеркала Мухаммед Аль-Махди, вынудили его к явной ереси. Инакомыслие его погубило, но он все же успел изложить основы своей особой религии, хотя и с очевидными заимствованиями из гностической предыстории. В начале космогонии Хакима стоит некий призрачный бог. Его божественная сущность величественно обходится без родословны, а также без имени и облика. Это бог неизменный, однако от него произошли девять теней, которые, уже снизойдя до действия, населили и возглавили первое небо. Из этого первого демиургического венца произошел второй, тоже с ангелами, силами и престолами. И те, в свою очередь, основали другое небо, находящееся ниже, симметрическое подобие изначального. Это второе святое сборище, было отражено в третьем, а то, в находящемся еще ниже, и так до девятьсот девяносто девяти. Управляет ими владыка изначального неба, тень теней других теней, и дробь его божественности тяготеет к нулю. «Земля, на которой мы живем, это просто ошибка, неумелая пародия. Зеркала и деторождение отвратительны, ибо умножают и укрепляют эту ошибку. Основная добродетель – отвращение. К нему нас могут привести два пути. Тут пророк предоставлял свободный выбор – воздержание или разнузданность, ублажение плоти или целомудрие. Рай и ад у Хакима были не менее безотрадны. Тем, кто отвергает слово, тем, кто отвергает драгоценное покрывало Элик, гласит сохранившееся проклятие из сокровенной розы. Тем обещаю я дивный ад, ибо каждый из них будет царствовать над 999 царствами огня, и в каждом царстве 999 огненных гор, и на каждой горе 999 огненных башен, и в каждой башне 999 огненных покоев, и в каждом покое 999 огненных лож, и на каждом ложе будет возлежать он. И 999 огненных фигур с его лицом и с его голосом будут его мучить вечно. В другом месте он это подтверждает. В этой жизни вы терпите муки одного тела, но в духе и в воздаянии, в бесчисленных телах. Рай описан менее конкретно. Там всегда темно, и повсюду каменные чаши со святой водой. И блаженство этого рая – это особое блаженство расставаний, отречения и тех, кто спит. Лицо В 163 году переселения и 5 году сияющего лика Хаким был осажден в Санаме, войском халифа. Провизии в мучениках недостатка не было. Вдобавок ожидалась скорая подмога сонма ангелов света. Внезапно по осажденной крепости пронесся страшный слух. Говорили, что когда одну из женщин гарема Евнухи должны были удушить петлей за прелюбодеяние, она закричала, будто на правой руке пророка нет безымянного пальца, а на остальных пальцах нет ногтей. Слух быстро распространился среди верных. На высокой террасе при ярком солнце Хаким просил свое божество о победе или о знамении. Пригнув головы, словно бежали против дождевых струй, к нему угодливо приблизились два его военно-начальника и сорвали с него расшитое драгоценными камнями покрывало. Сперва все содрогнулись. Пресловутый лик апостола, лик, который побывал на небесах, действительно поражал белизною. Особо белизною пятнистой проказы. Он был настолько одутловат и неправдоподобен, что казался маской. Бровей не было, нижняя века правого глаза отвисала на старческий дряблую щеку. Тяжелая бугорчатая гроздь изъела губы. Нос был нечеловечески разбухший и приплюснутый, как у льва. Последней попыткой обмана был вопль Хакима. «Ваши мерзкие грехи не дают вам узреть мое сияние!» – начал он. Его не стали слушать и пронзили копьями.